Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передачи «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи. Мы богословски, философски осмысляем тему счастья и рисуем портрет счастливого человека с точки зрения Евангелия, с точки зрения Библии в целом и с точки зрения христианства. Делаем мы это с нашим гостем, с философом Юрием Смирновым. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Балтишко. Здравствуйте, телезрители. В прошлой нашей передаче мы поговорили и о концепции Царствия Божия, и о том, возможно ли оно здесь на земле, и так или иначе мы обсудили, что оно уже посреди нас, вот, внутрь нас есть. Поговорили о том, почему Христа мы именуем спасителем и вообще, что такое спасение. Поговорили о двух концепциях, о двух стратегиях счастья, с которой сталкиваются между собой, и, может быть, именно по этой причине, столкнувшись, отталкиваются друг от друга. Тот человек, который все еще не может войти в церковь, и тот человек, который уже находится в церкви, у них совершенно разное представление о счастье, так же, как и совершенно разное мировоззрение, воззрение на мир и на все сущее. Хочется вспомнить, вот, для затравки некоторой, да, для начала сегодняшнего нашего диалога, вспомнить цитату, я его уже как-то упоминал, отца Алексея Уминского, который описывает кризис современной церкви. Церкви имеется в виду, опять же, не института, вот, возглавляемого, там, епископатом, духовенством и так далее, а церкви в целом, да, как сообщество людей, объединенных вокруг Христа. Современный кризис описывается тем, что, говорит отец Алексей, мы ищем в церкви не Бога, а Божьего. Вот, то есть, когда мы приходим, ну, вот то, что замечательно иллюстрировал ваш личный пример из нашей предыдущей беседы, да, когда мы даже заповеди исполняем или что бы то ни было, мы делаем только для того, чтобы нам, Господи, что-то дал. Сам ты, Господи, мне, в общем-то, не особо нужен. И это, конечно, трагедия и невероятная драма того, во что, собственно, мы, находясь в церкви, церковь превращаем. С другой стороны, тоже того же отца Алексея Уминского, хотя это не его, конечно, мысль, он ее, скорее, цитирует, но он ее очень четко формулирует. Хочется еще одну мысль высказать. Он говорит так, что в притче про блудного сына приходит блудный сын и заявляет, дай мне мое. А ответ получает от отца, чадо, ведь все мое твое. И вот кризис, говорит отец Алексею Уминский, кризис современной церкви заключается еще и в том, что, во-первых, а, все твое мне не надо. Вот весь тот комплекс, вся та полнота бытия, полнота человеческого счастья мне не нужна. Мне нужно маленькое, очень маленькое, мое. А во-вторых, именно, да. Машина такой-то марки. Да, да. Два раза в году отпуск в таких-то теплых странах. Да, да. Зарплата такая-то. Ну и еще ряд приложений к этому комплекту. И, как мы понимаем, спрос рождает предложение. Современная культура, современные соцсети, да и не только соцсети, просто современные книжные полки пестрят огромным количеством рецептуры, как тебе вот этого твоего маленького своего добиться и достичь. Мы знаем, есть тренинги личностного роста, есть тренинги успешности, книг огромное количество, там, сто шагов к успеху каких-нибудь, какие-то такие. Ну, сто шагов, батюшка, это очень много. Сейчас это не современно. Сейчас хотя бы семь должно быть, и все. Да, да, да. То есть должно быть быстро, быстродействующее счастье, да. Вот я знаю, что еще кроме того, что вы философ, вы еще и психолог. Вот. Мне кажется, сегодня было бы прекрасно совместить две эти ипостаси. Как вы видите вот эту ситуацию? Почему она взрывоопасна? Во-первых, начнем с того, что с положительных моментов всех этих вещей мы должны констатировать факт, что люди чувствуют нужду в личностном росте. Да и вообще, ну, зачастую ведь, ну, зачастую мы не говорим о таких вот банальных вещах, там, ну, примитивных. Ведь все эти тренинги, да, они предлагают все-таки духовный рост и духовное развитие, как бы. Вот. И тут нужно понимать... Хорошо добавлено «как бы». Да. И тут нужно понимать, что вообще запрос на духовность существует в человеке. Ну, нельзя из человека это вытравить. Вот когда человек просто... Ну, давайте не будет слишком это резать слух телезритель, если просто сказать. Ну, каждый человек понимает, что он не просто, чтобы жрать и спать, а потом сгнить. Ну, все же мы понимаем, что мы для чего-то большего. И мы кто-то больший. Вот. И поэтому сама потребность человека к чему-то лучшему, большему, вот, это положительный момент. Вот эта история, о которой мы говорим с вами. Отрицательный момент, он заключается вот в чем. С моей точки зрения. И от этого все проблемы дальше начинаются. Человек берет... Антропологический проект человека. Человек берется в урезанном варианте. Ведь предлагают, предлагают человеку успех только, или любые другие достижения, только земные. Успех в финансах, успех в карьере. Хорошо. Здоровье. Вот. И получается так, что высшая ценность для человека заключается в успехе и в здоровье. Ну, то, чего мы себе друг другу желаем на Новый год. Да. Успехов в личной жизни. И вот тут вот, как зал... И вот тут и начинается беда и несчастье. Потому что мы себя унижаем. Человек, он вечное существо. Давайте посмотрим просто на историю. Сколько людей, которые не имели, может быть, успеха. Ну, подождите, а Христос, разве он был успешным? С точки зрения земной жизни. Это самое, что ни на есть, какой-то неудачник. Да. Родиться не успел, уже гонение на него. Бежит в Египет. Возвращается из Египта, живет в нищенской семье. В семье плотника. Сам, скорее всего, до 30 лет плотничал. То есть, зарабатывал сущие копейки. Выходит на проповедь, созывает горе рыбаков, которые даже поймать ничего не могут. Да, в этом смысле мы видим... Он создает небольшую, скажем так, организацию из 12 человек, плюс еще там 70, да? Которые все его в конце оставляют и разбегаются. Оставляют, разбегаются. Один из них его предает. Вот. Который... И сам он умирает позорной смертью. Который говорит... Христос говорит своим ученикам, я должен пойти в Иерусалим и быть распитым. И в этот момент ученики начинают вообще не слышать его и начинают делить какие-то несуществующие места в несуществующем, еще пока не наступившем, пока царстве. А посади меня по правую, посади меня по левую. У нас получается история такая, что совершенный, единственный совершенный человек, Бога-человек, Иисус Христос, с точки зрения человеческой природы, единственный совершенный человек, да? Он был неуспешный в рамках своей земной жизни. Удивительно. Вот. Поэтому при этом, при этом он мог сказать ученикам своим, радость, которую я имею, даю вам. Угу. То есть, значит, они были уверены, они видели, что он имел всегда, носил радость. Вот. И... Да, если вернуться к тренингам. Если вернуться к тренингам, то суть заключается в чем? Что вот мы получаем урезанного человека, да, которому даются земные цели, и человек концентрируется на них. Вот. Человек сосредотачивается и полагает жизнь свою на них. То есть, то есть, он, если и были до этого у человека идолы какие-то в его душе, идолы богатства, идолы тщеславия, да, то они все закрепляются. Да, эти тренинги не учат плохому, они как бы, они не учат убивать, они не учат пьянствовать, еще другие... Грабить. Грабить. Нет, ни в коем случае. Упаси Божию. Вы что, батюшка? Нет. Только о хорошем мы поговорим на тренингах. Только о хорошем. Научим всему хорошему. Но вот это хорошее, вы понимаете, самое страшное, вот, это... и самое грешное, это как раз то, что таковым не выглядит. Ведь гордость, она, это такой грех или тщеславие. Это такой грех очень тонкий. Ведь тщеславие зачастую, оно стоит на пьедестале огромного количества личных добрых дел, которые делает человек. И при этом это оказывается самый страшный грех. Почему страшный? Ну, в каком-то смысле, потому что его трудно всего в себе заметить, особенно гордыню. Просто трудно заметить. Если только его Господь поможет. Ну, очень трудно это заметить. Вот. Ну, поэтому мы загоняем людей в рабство идолов мамоны, сребролюбия, в рабство идолов тщеславия. Вот. Причем мне еще кажется, что такая здесь не столь на поверхности лежащая проблема потери человека. То есть человек теряет в какой-то момент сам себя. Через что? Через то, что он собственную жизнь представляет, превращает в индустрию. Мое тело – это индустрия. Мы это видим, в общем-то, пестрящими образами в том же телевизоре со всеми этими перекачанными ботоксами и так далее. Тело уже не принадлежит человеку. Оно становится предметом, вещью, через которую я, опять же, достигаю чего-то. Я вхожу в какие-то слои богатых людей через эту яму. И, с одной стороны, да, то есть потеря себя, превращение всего комплекса своей телесности и духовности, и душевности в индустрию, тогда встает вопрос, кто остается. То есть если тело – это уже не мое, а это вещь, которой я распоряжаюсь. Душа – еще большой вопрос, есть ли она у меня. Для такого человека материально ориентированного все становится слишком материальным, и люди становятся материально представлены. Это мой мозг функционирует, там нет никакой души и так далее. Соответственно, надо произвести апгрейд мозга, надо его… Потому что те же самые тренинги личностного роста предполагают не только то, то, что какие-то человек себе установки дает, он прокачивает свой мозг, все эти темы быстрого запоминания, скорочтения, прочитать больше, запоминать больше, лучше. Вот мой мозг, мое сознание, понять, как оно функционирует, разложить себя на атомы. И в конечном итоге человек оказывается в ситуации, которая, по-моему, Феофан Затворник очень точно метафорой высказал, что он, правда, про своего современника говорил, что современный человек похож на снятую стружку, которая закручена вокруг пустоты. Вот это остается наедине со своей пустотой. С другой стороны, мне кажется, еще одна важная вещь, и вот тут бы, может быть, как раз вашего комментария бы хотели услышать, человек превращается в функцию. Вот, то есть есть некий успех, очень такой абстрактно рисуемый, хотя у этого абстрактно рисуемого успеха есть какие-то конкретные атрибуты ощутимые, которые можно пощупать. А я становлюсь функцией. Ну и не только я становлюсь функцией. Функцией становятся все те люди, которые лежат на моем пути, стоят на моем пути к этому успеху. Это либо те люди, которых я должен подальше от себя отпихнуть, как конкурентов, либо это те люди, по головам которых я должен пройти, либо это те люди, которых я должен использовать. Да, причем вам скажут не использовать, а сотрудничать. Слова будут очень правильные. Но, батюшка, вы заметили сейчас очень верную, ну, прям вот в десятку, потому что человек как функция... Вот есть книга митрополита Зизиуласа, да, «Бытие как общение». Да и вообще, вот мы начали с того, что такое Царство Божие. А Царство Божие, да, что в нем? А в нем отец, сын и святой дух, личности, их взаимоотношения, их взаимная любовь. А что такое Царство Божие у нас на земле? Кстати, у того же автора, я прошу прощения, для просто рекомендации к прочтению нашим зрителям, есть еще замечательная книга «Инаковость и общение». И что такое Царство Божие здесь на земле? А это то же самое. Это я перед Богом, другие люди перед Богом, мои отношения с Богом и с другими людьми. Вот Царство Божие, оно не измеряется моим званием, моим кошельком, и даже, даже не измеряется состоянием здоровья моего. Вот, оно гораздо выше, оно гораздо больше. В конечном итоге, оно снимает все остальные проблемы так же. Проблемы карьеры, проблемы... Ну, проблемы карьеры Царство Божие снимает двумя путями. Либо они человека перестают волновать, либо он это получает, если это его не волнует. Вы сейчас напомнили мне, да, старый добрый анекдот, когда приходит Мойша к Равину и говорит, у меня такие проблемы, у меня такие проблемы, не знаю, как с ними справиться. Успокойся, Мойша, Господь не дает проблем больше, чем ты можешь... Крест, ну, крест в нашем случае, проблем больше, чем ты можешь вынести. Поэтому у тебя такие два варианта. Либо ты можешь с ними все-таки справиться, либо это не твои проблемы. Вот. Ну, вот. И мы говорим о том, что... О том, что... Вот эти вот тренинги личностного роста, как вы сказали, батюшка, да? Человек теряет сам себя. Мне это... Я при этом вспомнил, когда слушал у вас слова Христа. О человеке, который готов приобрести весь мир, но теряет свою душу. Вот. Теряет свою жизнь. Теряет самого себя. Вот. Мы вот в погоне за успехом теряем себя. Так важно сегодня человеку остановиться, вот остановиться, да, и побыть собой перед Богом. мне очень нравится молитва Антония Сурожского, одна, которую я слышал. Он молился в заключении какой-то лекции, которую я слушал, и он молился так. Он сказал, Господи, посмотри в мое сердце, вот, и ты сам знаешь, что мне нужно. Вот что, как ты считаешь нужно, то мне и пошли. Умение открыть свое сердце перед Богом мы теряем вот в этом беге за успехом. Вот. Он же становится успешным, а я что? Она же становится там, достигает того-то вот, а я что? Вот. Знаете, нужно нам просто самое большое приобретение для человека, приобретение себя, в первую очередь. Но... Да, потому что даже вот в этом вашем примере прочитывается то, что меня как будто бы вот без этой и без этого не существует. А это так, да. То есть это не я, это то, что мне навязывается среда. А где я? Вот. А кто я такой? А что в действительности я хочу? Вот. А... И вот... Вот, кстати, между прочим, батюшка, тренинги вам предложат и обретение себя. Вот. Вообще это очень тонкое искушение. Тренинги вам предложат и обретение покоя, и обретение самого себя в том числе. Вот. Именно вашей мечты, именно ваших желаний, не чьих-то навязанных, о ваших. Вот. И тренинги, они могут ввести вас, ввести вас в области вашего бытия, но области вашего страстного бытия. То есть тех момент, тех сфер вас, где царствуют страсти, но это еще не сам человек. Потому что страсти, это еще не мы. Не помню, кто же это говорил. Но эту цитату даже в этой передаче мы уже, по-моему, как-то использовали, что свобода человека заключается в том, чтобы выбрать ту зависимость, которую он будет зависеть. Вот. То есть вот только этим очерчивается наша свобода. Когда мы употребляем слово страсть, мы редко задумываемся об этимологии слова, да, что в слове страсть тот же самый страдание. А страдание, чтобы опять же понять, что такое страдание, да, это страдательный залог. Это когда, условно говоря, человек очень становится похож на такого, на такое чудо-юдо рыбакит, на спине, который уже построили дома, там живут люди, они как-то функционируют, ездят телеги, и ему очень тяжело, и поворачивается, и так далее, потому что все на его горбу каким-то образом существуют. Вот существуют как раз эти самые страсти. Не он субъект, не он актор собственной жизни, он скорее в некой зависимости, он марионетка, которой руководят, вот опять же, эти устремления, вектора, которые задают люди, и так далее. И стать самим собой это очень сложная задача, и найти самого себя это очень сложная задача, и эта задача разрешима только на путях нахождения самого себя перед лицом Божиим. Просто по той простой причине, что человек — это образ Божий. Человек не может встретить себя, не встречая при этом Бога. И человек не может, приходя к Богу, не обрести себя. Человек и Бог в такой связке находятся по определению. Образ Божий, образ без первообраза, само бытие образа заключается в отношении к первообразу. Человек, не молящийся, он расчеловечивается, батюшка, вот так скажем. Человек, который не ставит себя перед лицом Бога, он теряет человеческое лицо и становится функцией. А человек же это не функция. Функция — это метамеханизм. Когда мы говорим о функциях, мы говорим о механизме. Мы говорим, о чем-то, что можно математически исчислять и измерять. Вот. А человек — другое существо. Вот. Оно шире вот этих вот моментов. И когда человек находит себя, то человек находит не иного кого-то, как только образ Божий и вечное существо. Вот. И тут тогда получается, что все эти тренинги, да, если они меня привязывали только лишь к земному успеху, само по себе то слово тренинг — это не что-то негативное же, да. Это какое-то обучение, какая-то тренировка. Вот. Вопрос — чему мы учим? В чем мы тренируемся? Мы тренируемся в том, чтобы мой идол, идол сребролюбия стал еще более мощным в моем сердце. В этом тренируюсь я? Или я тренируюсь все-таки в том, чтобы увидеть себя наконец-то в вечной перспективе перед лицом Божьим. Как образ Божий — существо, которое грешное, но которое возлюбил Бог и которое Господь желает спасти. И, собственно, ради этого Он своего Сына Единородного ты отдал. Спасибо большое, дорогой Юрий. На сегодня тоже время нашего эфира, время нашей передачи подходит к концу. Мне кажется, мы смогли как-то сделать этот цикл встреч очень ну, таким насыщенным и содержательным. Сумели обсудить, мне кажется, самые важные вещи и самые важные вещи сформулировать и произнести. Спасибо за то, что выделили нам время, встретились с нами и поговорили. Спасибо, батюшка, за предложение. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Будьте с нами. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова